Вы знаете, свой день рождения, ну, я не знаю, мне уже кажется, вот в моем возрасте, зачем его отмечать? То есть это уже не день рождения, а день укорачивания жизни. Вот так я думаю. Но, тем не менее, я не поддаюсь грусти и не поддаюсь печалям. Я, тем не менее, стараюсь отметить свой день рождения достойно. Раньше я с большим удовольствием посещала святые места в день рождения. Вот однажды в день рождения я прошлась по всем музеям, по Кремлю, и свой день рождения встретила на башне Ивана Великого. В этот день рождения я собираюсь пойти в музей Кремля. Но, естественно, вечером будет застолье, но где оно будет, я пока еще не решила. А может быть, и не будет, не знаю. Все-таки, если делать в ресторане, то это очень дорого, а дома это очень хлопотно. Ну, потом, знаете, если приглашать 2-3 человека, так мы и так выпьем по бокалу шампанского и что-то съедим. А если приглашать много гостей, то это надо готовить. А когда ты будешь весь день стоять у плиты и вечером без сил сядешь за стол, ну какой это день рождения, день усталости. А может быть, я и уеду в этот день, хотя я планирую поездку. Может быть, уеду. Ну, во всяком случае, как Бог даст, как получится. Вот. Ну, подарки, вы знаете, я вам хочу честно сказать, что подарки редко бывают, ну, во всяком случае, в моей жизни такими, которые мне доставляют радость. Не знаю почему. То ли люди дарят по принципу «на тебе Боже, что нам не гоже» и не задумываются о том, подойдет мне это или не подойдет. Я предпочитаю, чтобы человек мне что-то, знаете, вот, допустим, ту же открытку, но написал такие слова, от которых у меня бы или заблестели глаза от счастья, или полились слезы радости. Или подарили бы бриллиант какой-нибудь дорогущий. Но таких подарков... Нет, были, были, конечно, не скрою, были такие люди, которые дарили мне какие-то достойные подарки. Ну, таких можно по пальцам перечесть. Ну, надеюсь, что цветы, открытки, ну, что-нибудь подарят. Не знаю, ну, типа духов или там крем для лица, или крем для пяток.